Часто слышу в свой адрес, что я очень уверенная в себе. Знаете, это было до какого-то определённого возраста, та самая неуверенность, которая не давала мне покоя. Мне было важно, кто что про меня думает, мне было важно, как я выгляжу в чужих глазах. Но в какой-то момент всё изменилось, потому что никто не проживёт эту жизнь за вас. Но для тех, кто всё-таки интересуется уверенностью в себе, как быстро прокачать уверенность в себе и да, это сложный, долгий процесс, я дам пару таких простых советов, которые, возможно, вас как-нибудь вдохновят быть более уверенным в себе. Первое — это избавиться от негатива, как бы это ни звучало, и от тех людей, которые заставляют вас чувствовать себя неуверенными в себе, или от той информации, которая заставляет вас чувствовать это. Если человек во мне безразличен, и вы не можете просто перестать с ним общаться, то нужно попросить его хотя бы меньше нагружать вас негативом. Если человек адекватно вас поймёт, я надеюсь, вы дальше будете с ним дружить или состоять в родственных отношениях. Уверенность в себе — это не актёрское мастерство. Уверенный в себе человек не играет какую-то роль, он чувствует внутри себя уверенность и всячески это показывает. Если пока у вас с этим проблем, можно попробовать хотя бы в разговоре смотреть человеку в глаза. Очень многие люди стесняются смотреть собеседнику прямо в глаза. Без агрессии, конечно же, соблюдайте дистанцию. Одеваться соответствующим образом. Выпрямите спину, наконец-то. Не бойтесь задавать вопросы. То есть вы думаете, что уверенный в себе человек обязательно эрудированный. Нет, это не обязательно. Не стесняйтесь, никто не сочтёт вас глубоко. Если вы чего-то не знаете, спросите прямо. Задайтесь целью. Если у человека есть цель, он уже намного увереннее в себе, чем тот, который бесцельно что-то делает или бесцельно как-то живёт. Поставьте себе какую-нибудь планочку, идите к ней, развивайте речь, занимайтесь риторикой, пробуйте себя где-нибудь в ораторском искусстве или в чтении стихов. То есть человек с целью, в принципе, не разменивается на пустяки. Это значит, что он пошагово идёт к своей цели, а это значит, что цель, внутреннее стремление делает его более уверенным. Заведите, наконец-то, дневник успехов. Очень многие люди любят жаловаться, писать гневные комментарии, заходить в Твиттер и рассказывать, как у них всё плохо и так далее. А вы заведите дневник успехов, потому что успехи мы забываем. То есть нам кажется, что неудача одна, неудача вторая. Ведите дневник успехов. Даже если сегодня произошло что-нибудь маленькое, вы победили себя и сделали 20 отжиманий или приседаний, запишите это в дневник успеха. Через месяц вы посмотрите тетрадь и поймёте, что не такой уж вы и плохой человек. Оказывается, вы стремитесь, у вас всё получается. Это напитает вас позитивом и сделает вас более уверенным в себе. Что различает уверенного в себе человека и неуверенного? Страх. На самом деле все боятся. И вы боитесь делать ошибки. Поэтому, когда вы боитесь делать ошибки, вы стараетесь просчитать так действия, чтобы их не совершить. А это значит, что если происходит что-то неожиданное, из ряда вон выходящее, вы не знаете, как в этой ситуации, в принципе, дальше существовать. Не бойтесь делать ошибки. Все мы люди, все мы допускаем ошибки. Ошибки — это бесценный опыт. Кто вы будете, если никогда не будете совершать ошибок? Чем вы сможете похвастаться? Все ошибки, которые вы совершите, потом сыграют вам на руку. То есть уверенность в себе — это много ошибок. Но не повторение ошибок. Совершайте их, запоминайте их. Вообще уверенные в себе люди всегда обладают какой-то магнетической особенностью, притягивают людей и события и так далее. Потому что, когда вы смело встаете, берете за руку, ведете, становитесь лидером компании, мнение, не боитесь высказаться, люди смотрят на вас с обожанием. И это именно то, ради чего нужно прокачивать в себе уверенность.